Для Евгения Шейна сидеть в тишине у водоёма одно удовольствие. Ещё в детстве он с отцом рыбачил мальчишкой. Оттуда и пошло любимое хобби. Рыбу в еде приветствуют любую, кто на удочку попадётся. О том, что пресноводные могут быть заразны, наслышан, но его это сильно не пугает. В основном мне нравится щука, окунь, ясь, сорога. Ну, как говорят здесь, что у нас здесь пестархоз преобладает в этих местностях северных краях. Поэтому как-то немножко... Всё равно остережение есть, но всё равно так же мы питаемся, едим, жарим, солим, и изя, и сорогу, и мохтик, и всё. Самое главное, как говорится, не торопиться. Надо правильно прожарить её. Прожарить, проварить как следует рыбу из местных водоёмов советуют и врачи больницы. Впрочем, не все, видимо, следуют этому правилу. В Покачах на начало 2017 года на диспансерном учёте с диагнозом апестархоз состоят 122 человека. В 2015 году вновь выявлено 42 человека. В 2016 году вновь выявлено 31 человек. И на начало 2017 года выявлено 3 человека. Человек может заразиться апестархозом, поедая рыбу семейства карповых. Это ясь, елец, платва и другие виды рыб. Как говорят медики, если вам на удочку попался ясь, 99% что он заражён. Этот вид подвержен апестархозу больше остальных. Василий Аитов езя любит. У терапевта сегодня он не с подозрением на апестархоз. Пришёл по другому вопросу. Нам признался, сам не рыбак. Но друзья часто угощают речным деликатесом. 33 года живу и 33 года ем. И ничего страшного. Как готовите эту рыбу? Как готовим? Жарим, варим, солим. Всё по-разному. Ничего страшного. Ничего страшного это только поначалу. Медики предупреждают. Возбудитель апестархоза живёт в организме человека до 20 лет. И народными средствами червя-паразита не вывести. Если не можете отказаться от употребления речной рыбы, готовьте её правильно. Если заболели, обязательно лечитесь. Ведь нелеченный апестархоз может привести к циррозу и раку печени. Не занимайтесь самолечением. Обращайтесь к специалистам. Ирина Богдан, Олег Кобяков. Специально для новостей.